Горный Алтай, Белокуриха, Москва, Санкт-Петербург и города Черного моря. Такие маршруты для внутреннего туризма выбрали жители Алтайского края. На решение повлияла программа «Туристический кэшбэк», который можно было воспользоваться до 1 марта этого года. Действительно, очень большое количество людей смогло воспользоваться этой акцией, забронировать для себя отдых на 2022 год, конечно же, по России, с возвратом до 20% стоимости отдыха. Так как действительно система показала свою эффективность, скорее всего, эти акции будут проводиться, но все уже будет зависеть от экономической ситуации. И все же в регионе таким предложением воспользовались немногие, и на это, говорят специалисты, есть свои причины. У нас холодный регион, и поэтому сезон отпусков – это конец мая, лето и ранняя осень. А акция «Кэшбэк» распространяется только на межсезонье. Те, кто все же привыкли отдыхать за границей, на сегодняшний день заняли выжидательную позицию. Несмотря на то, что пока возврата путевок нет, бывалого спроса на путешествия также не отмечают. Конечно, по выездному туризму сейчас непростые времена, но паники среди туристов никаких нет, потому что самые основные направления, куда сейчас летают туристы – это Турция, Египет, Мальдивы и Таиланд – они летают по расписанию. Только приостановлены вылеты на Кубу, Доминикану и Мексику до конца марта. И то деньги туристов не пропадут, потому что им предложено перебронироваться на все открытые направления или оставить деньги как депозит на будущее путешествия. Ближайшие даты отменены, конечно же, март месяц практически на всех направлениях. Если мы говорим про Европу и Карибский бассейн, по-прежнему можно предложить вылеты в Арабские Эмираты, в Египет, если говорить о сибирские регионы и, соответственно, азиатские страны, которые для нас открыты. Но про Европу пока мы забыли. Кроме того, специалисты отмечают – экономическая ситуация скажется не только на внешнем туризме. Рост цен повлияет и на отдых в России. Однако турагентства стараются мыслить позитивно. Туризм уже пострадал. Он уже пострадал в пандемию. Поэтому сейчас уже у каждой компании выработан какой-то алгоритм выживания. Плюс, если какой-то форс-мажор, все турфирмы 24 часа в сутки на связи со своими туристами, которые находятся за границей, решают все вопросы. То есть, в принципе, мы уже привыкли жить в такое турбулентное время и находим всегда выход из каких-то ситуаций. Что-либо прогнозировать работники туристической сферы пока не спешат. Говорят, время покажет. Но все же надеются, что летом жители региона смогут позволить себе хороший отдых. И на территории страны, и за границей. А не только на дачном участке. София Иценко, Вадим Быстревский. День с толком.